Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я расскажу и покажу вам, как я приготовила муссовый торт, крипфрут и малина. Крипфрутовый мусс с легкой горчинкой замечательно сочетается со сладкой малиновой начинкой и с бисквитом, с клюпой и кокосовой стружкой. Мне очень понравилось! Попробуйте и вы! Ну а теперь мы приступим! Для начала я займусь малиновым компоте. Для этого я смешиваю малиновое пюре с сахаром и лимонным соком и ставлю на огонь. Довожу до кипения и растворения сахара. Затем я снимаю пюре с огня и добавляю в него набухший желатин. Эту смесь я переливаю в силикованную форму или можно взять кольцо, обтянутое пищевой пленкой. Охлаждаю и ставлю в морозилку для заморозки. Затем я беру в морозилку для заморозки. Для этого я разогреваю духовку до 170 градусов Цельсия. Яйца взбиваю с сахаром в пышный крем. Туда же добавляю кокосово-клюквенную пасту. Муку я просеиваю и аккуратно ввожу в смесь. По краю вливаю сливочное масло и тоже аккуратно вымешиваю. Тесто я выливаю на противень и отправляю в духовку на 10-12 минут. Затем вынимаю и охлаждаю. Музыка Ну а теперь я приготовлю грейпфрутов. Для этого я замачиваю желатин в холодной воде. Грейпфрутовый сок я выливаю в сотейник, ставлю на плиту и довожу до кипения. Затем я смешиваю пшеничную муку с крахмалом. Добавляю туда 2 столовые ложки грейпфрутового сока из кастрюли и хорошо перемешиваю. Затем я добавляю 60 грамм сахара и перемешиваю. Эту смесь я заливаю горячим соком, непрерывно мешая. Смесь я переливаю в сотейник и возвращаю на огонь. Варю эту смесь как заварной крем до загустения. Затем я снимаю с огня и если есть комочки, перетираю через сито. Потом я добавляю масло какао с желатином и мешаю до полного растворения. Белки я взбиваю в пену. Добавляю 70 грамм сахара и взбиваю в плотную устойчивую пену. Отдельно взбиваю сливки до мягких пиков. Когда заварной грейпфрутовый крем остыл до комнатной температуры, я добавляю поочередно в него взбитые сливки и вилки. И все хорошо вымешиваю. Затем добавляю и аккуратно вымешиваю грейпфрутовые сегменты. Все, грейпфрутовый мусс готов. Можно приступать к спорке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok